МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самый золотой и активный период жизни – молодость. В это время человек получает образование, ищет свое место в социуме, заводит семью. Но также, к сожалению, встречается и со множеством проблем, которые не может решить самостоятельно. Поэтому в этот день традиционно проходят международные встречи и конференции, на которых обсуждаются проблемы безработицы молодежи. А что нового произошло в регионе, смотрите прямо сейчас. Мы не удовлетворены тем состоянием, которое у вас в настоящий момент есть. В Десногорске продолжается рейд чистоты. Мне очень нравится наш городок. Он такой миниатюрный, семейный. И, в принципе, сам коллектив больницы мне очень нравится. Практика медицинских специалистов в медсанчасти номер 135 Десногорска. Это мероприятие, оно больше наценено на повышение квалификации работников органов ЗАГСа. Это такой обучающий семинар совещания. Семинар специалистов органов ЗАГСа Смоленской области состоялся в администрации города. На недавней рабочей встрече мэр Смоленска Андрей Борисов рассказал главе региона о проводимых ремонтных работах в городе. Этим летом запланировано отремонтировать 43 школы, 81 детский сад и 6 учреждений дополнительного образования. Продолжается ремонт городских дорог, дворовых территорий, детских площадок. На 16 участках дорожного полотна в этом году положат новый асфальт. Уже определены подрядчики и заключены контракты. Рабочие выведены на объекты. Также асфальт заменят на 21-й дворовой территории, установят новое освещение и лавочки. А в промышленном районе уже к 1 июля силами управляющей компании было отремонтировано и покрашено 87 детских площадок. В Ленинском районе успели обследовать четверть игровых площадок. Ведутся переговоры с управляющими компаниями. Высокая трава, разбитые ступеньки и грязные двери. Частые спутники при посещении торговых магазинов. Жёстко, но справедливо. Это теперь пресекается в Десногорске. 5 июля состоялась вторая инспекция рейда чистоты. Соблюдение норм благоустройства – невыдуманные правила, которые закреплены федеральным законом. Но не всегда требования на бумаги воплощаются в реальной жизни. Часто это относится и к Десногорску. Мы не удовлетворены тем состоянием, которое у вас в настоящий момент есть. И те выводы, которые вы сделали после нашего прошлого обхода, неделю тому назад. Сегодняшняя инспекция – очередной рейд по торговым предприятиям муниципалитета. Глава Десногорска Андрей Шубин, председатель административной комиссии Владимир Исаев и представители комитетов городской администрации в очередной раз попытались призвать предпринимателей к порядку. Мы сейчас обойдем территорию, потом девочки с экономического отдела останутся для составления акта осмотра. На основании этого документа в дальнейшем будут выписаны предписания, там есть определенные сроки. И если предписание не будет выполнено, дальше уже вот протокол и административная комиссия. Устные и письменные предупреждения этим торговым объектам остались без внимания. Комиссию так же, как и неделю назад, встретила не очень приглядная картина. Это крыльцо должно быть ремонтировано, потому что травма опасна. Не должно быть травы на плитке, трава должна быть покошена, фасад должен быть покрашен, все надписи должны быть убраны и, соответственно, с той стороны тоже прекрасно. Ржавые двери, непрезентабельные внешние. Возможно, такое бездействие – это исключение. Но нет. Заросшие газоны и разбросанный мусор ждали и на других торговых территориях. А кое-что вызвало откровенное недоумение. Прямо в момент проведения инспекции со второго этажа здания выбрасывались пластиковые отходы. Комиссия побывала и в самом центре общественной жизни города – на летней эстраде. Рядом со сценой, где проходят городские торжества, находится торговый комплекс. До сих пор благоустройство не восстановлено. Ну и, соответственно, я думаю, что консервы здания со стороны предоставляют человеку лучше. Выцветший рекламный баннер, разбитые ступени и куча окурков. К сожалению, стандартный набор большинства городских торговых объектов. Мы хотим вручить вам памятку о правилах благоустройства. Это не акт, это не протокол, это чисто памятка о том, что необходимо соблюдать правила благоустройства. Здесь указаны штрафы на должностных и юридических лиц. Работа административной комиссии будет продолжена. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Деснатовы. В деревне Пушкино Сафоновского района Смоленской области полным ходом идет создание первого на Смоленщине агрогородка. Алексей Островский посетил недавно открывшийся в Сафоново детский сад и остался доволен. Именно детский сад стал ключевым объектом масштабного проекта. Своих первых воспитанников он принял в апреле. Сейчас там по списку 10 детей, рассчитан же сад на 50 мест. Планируется, что после расширения производства сюда придут новые дети. Ознакомился губернатор и с работой современной котельной, которая поставляет тепло и горячую воду жильцам многоквартирных домов на улице Первомайской. Котельная оснащена новейшим оборудованием, которое позволяет существенно повысить экономичность и надежность теплоснабжения 27 жилых домов, в которых проживает свыше 4 тысяч человек. Предполагается, что развитая инфраструктура позволит привлечь для работы на селе еще больше квалифицированных специалистов. На протяжении последних пяти лет медсанчасть номер 135 проводит активную работу по привлечению молодых специалистов. Одним из достигнутых результатов – практика учащихся медицинских университетов Смоленска, Москвы и Санкт-Петербурга в стенах Десногорского медицинского учреждения. Подробности далее. Нехватку медицинского персонала летом в медсанчасти Десногорска компенсируют студенты из профильных вузов. Будущие врачи и медсестры проходят практику в различных отделениях и набираются необходимого опыта. Их задача – все, что проходили на лекциях и семинарах, постигать на практике. Помогаю старшей медсестре с пациентами иногда в процедурном кабинете, помогаю брать кровь из вены, уколы и заполняю карточки. Учимся измерять артериальное давление, термометрию проводим, раздачу лекарств. 22 практиканта и все девушки. Студенты из Смоленска, Москвы и Санкт-Петербурга. Большинство из них еще в школьные годы определились с будущей профессией. А время учебы в вузе подтвердило, что выбор сделан правильный. Я всю жизнь жила в Десногорске и вот с 10 лет мечтала стать врачом, потому что у меня у самой были определенные проблемы. И поэтому я стремилась к тому, чтобы хорошо сдать экзамены и поступить в университет. Я уйду в терапию, предположительно пока. А именно какое направление я дальше буду еще рассматривать, думать. У меня еще есть два года. Последние годы медсанчасть 135 проводит активную работу по профессиональной ориентации молодежи. Учреждение регулярно участвует в ярмарках вакансий и принимает молодых специалистов любого профиля. Это и лечебный факультет, и педиатрический факультет, и стоматологический факультет. Мы очень рады, что студенты к нам приехали. Надеемся, что они вернутся, окончив медицинские институты, к нам на работу. Нынешняя практика целевая. А это означает, что после обучения молодые люди вернутся на работу в медсанчасть 135 уже полноценными специалистами. Олег Соловьев, Андрей Умняков, Светлана Разганова, Десна-ТВ. В ходе проведения совместных мероприятий сотрудников региональных управлений ФСБ МВД России по Смоленской области выявлен случай превышения должностных полномочий. Перед судом предстанет бывший начальник управления по вопросам миграции Николай Костинский. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и подстрекательства, склонению к внесению должностным лицом заведомо ложных сведений в документы. По версии следствия, в 2018 году бывший полковник полиции дал указание своему подчиненному принять меры к признанию иностранной гражданки носителем русского языка, чтобы в дальнейшем незаконно получить гражданство Российской Федерации. В результате противоправных действий должностных лиц иностранная гражданка и ее двое несовершеннолетних детей были наделены всеми правами и свободами, гарантированными Конституцией Российской Федерации. В настоящее время идет разбирательство по данному факту. 11 июля в здании администрации состоялся семинар специалистов органов ЗАГСа. Программа конференции была насыщенной и состояла из тестов и обсуждения вопросов государственной регистрации актов гражданского состояния. Подробнее об этом событии в нашем сюжете. На кустовом семинаре специалистов органов ЗАГСа присутствовали представители 10 районов Смоленской области. Гостей из Глинковского района, Ельнинского, Дорогобужского, Красненского, Рословского и других встречал глава Десногорска Андрей Шубин. Мы рады вас приветствовать в городе. Я думаю, много из вас уже не первые в Десногорске. Стараемся, чтобы у нас все было комфортно и уютно. Хочу пожелать вам сегодня отлично провести у нас день. Поработать, обвинять сомнения. В принципе, у нас все организовано. Началось совещание с тестового задания, которое состояло из 10 вопросов, среди которых признается ли в России свидетельство о рождении или заключении брака, выданное компетентными органами иностранного государства. Может ли быть сокращен предусмотренный законодательством срок на регистрацию расторжения брака в случае подачи совместного заявления о разводе супругами, не имеющими несовершеннолетних детей. Чтобы ответить на эти и другие вопросы, специалистам органов ЗАГСа было выделено 30 минут. Во-первых, мы проверяем уровень знаний, потому что в основе работы органов ЗАГСа это лежит знание законодательной базы. Это, наверное, в любой работе, но органы ЗАГСа входят в систему правоохранительных органов страны, поэтому у нас знание законодательства – это обязательное и самое главное требование. По завершению первого этапа семинара – тестирование – собравшиеся обсудили ряд вопросов, связанных с изменением регламента, который был утвержден Министерством юстиции в декабре. Также на совещании обсуждались нововведения в работе органов ЗАГСа. Это конвертация документов, то есть работа в федеральном программе для создания единого реестра населения России и оцифровка документов органов ЗАГСа, начиная с 1925 года. На семинаре эти и другие вопросы были основательно проработаны. Продолжался семинар более трёх часов, а после этого специалистов ждала экскурсия по Десногорску. Обязательно знакомим своих коллег с районами или городами, в которые мы приезжаем. Потому что люди должны знать свою область, где они работают, потому что у нас область очень интересная, каждый район отличается от другого, и здесь свои есть какие-то особенности. Квалифицированная работа сотрудников ЗАГСа очень важна как для отдельного человека, так и для страны в целом. А кроме юридических знаний для этой профессии нужны особые качества личности, такие как душевная теплота, любовь к своему делу и к людям, умение сопереживать. И без перевлечения можно сказать, что именно такие люди работают на Смоленщине. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Гнездовский археологический заповедник. И систематически исследовать это поселение ученые МГУ стали после Великой Отечественной войны. Все найдены уникальные артефакты, среди которых корчага с самой древней славянской надписью на территории Древнерусского государства, стали достоянием не только Смоленского исторического музея, но и московского. Также здесь было найдено большое количество мечей и арабских монет, погребельные камеры, остатки мастерских. В этом году к традиционным археологическим методам добавились новые. Будет проведено лазерное сканирование курганов с воздуха. Это даст возможность точно инвентаризовать древние насыпи. И, по словам ученых, впереди у них еще много находок. Свои навыки тушения и лесных пожаров смоленские спасатели продемонстрировали на необычном конкурсе. Мероприятие проходило в три этапа. 30 раз отжаться, пробежать стометровку и подтянуться на турнике с полным рюкзаком воды за спиной – это далеко не все испытания. Пожарные также проходят тестирование и преодолевают полосу препятствий. Они должны продемонстрировать ключевые навыки тушения именно лесных пожаров, преодолеть бурелом и болотистую местность, залить очаг возгорания, распилить бревна, показать навыки работы с мотопомпой. Все задания выполняются на время. За ошибки и нарушения начисляются штрафные баллы. За победу в конкурсе в этом году боролись шесть участников. Лучшим лесопожарным Смоленщины в этом году второй год подряд стал Артем Чистяков. Молодой человек будет представлять регион на всероссийском конкурсе, который пройдет в сентябре в московском регионе. И коротко о погоде. 16 июля в Десногорске переменная облачность. Температура днем до плюс 23 градусов тепла, ночью плюс 15. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова